Прошел Clash of Clans в 2024 году, ну практически осталась всего одна заборинка, можно даже сказать, что это обзор моей основы ТХ-16, ведь я прокачал уже абсолютно все и могу с уверенностью заявлять, что я абсолютный фулл ТХ-16. Всем здорова, друзья, с вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans, и сегодня оно сделано ради одной заборинки. Бамс, 7 миллионов 200 залетает, теперь мне прокачивать абсолютно нечего, все, теперь я фулл ТХ-16. Ладно, шутки в сторону, на самом деле на сегодняшний день действительно прокачивать больше нечего, ни в лаборатории, ни в животных, ну то есть, если вы глянете на мой профиль, вы все поймете, то что абсолютно все горит пламенем, красота вот такая вот, потрачено сюда немало сил, немало времени, чтобы достичь вот такого вот результата. И единственное, что я на сегодняшний день не вкачал, это снаряжение, ну это просто невозможно так быстро сделать, потому что его добавили не так давно, и плюсом каждый месяц, бывало по два даже добавляли, и ну просто невозможно это все быстро сделать, но на сегодняшний день оно уже тоже неплохо прокачано. Давайте разберемся более детально по прокачке, выбираем расстановку, где удобно все это просматривать, кстати говоря, в описании, если, ну хотя нет, я не забуду. Я размещу абсолютно все свои расстановки, 99%, там где нужно просматривать прокачку, база, которая у меня стоит основная, и также базы, которые я использую на КВ, сразу же скажу, что они не сильно работают, потому что сейчас любую базу можно снести, да че уж тут говорить, вот последнее испытание, там как бы сносили вообще одними героями, ну, Холланда, где испытания были, не знаю, 10-е, 11-е какое там, короче говоря, герои сейчас играют огромную роль, и снаряжение тоже. И расстановки, как вы понимаете, в прямых руках ломаются абсолютно все, но ссылочки будут в описании, повторяюсь. Итак, что касаемо прокачки, естественно, мы с вами понимаем, что прокачку не добавили башням заклинаний, уже были, кстати говоря, сливы, то что, возможно, 4-й левел это будет башня заклинаний со скелетами, типа будут спамиться скелеты в течение боя, и они будут станеть войска, и в итоге они будут, как бы, агриться на этих скелетах, герои там будут застаниваться, но пока что разработчики это не реализовали, возможно, это все появится. Также был вопрос по поводу башен лучниц и пушек, почему им не дали уровень? Ведь да, мы модернизировали башни полных лучниц, но другие башни и пушки, что с ними делать? Пока что разработчики не дают никакой информации. Ну, они дали информацию, и по поводу монолита тоже, я сейчас вставлю скриншот со своего телеграм-канала. Да, это, блин, максимально странный ответ, конечно, но пока что ничего не планируется. Раз уж я сюда уже заходил и немножечко недосказал о снаряжении, давайте сейчас я уже все-таки сделаю, что запланировал. Копил я соточку звездной руды около двух недель, наверное, ну, может быть, чуть поменьше, чтобы вкачать парочку раз мячик. Так, все, теперь звездную руду не знаю, когда накоплю, я ее покупаю у цыгана, и, кстати говоря, и сияющей-то нету, но это не важно. Самое главное, что мячик 23 уровня, мне нужно вообще еще звездной, получается, 120, потом 150, ну, короче, приличненько так накопить, и потом я шарик за фулю. И пока нет звездной, буду прокачивать, например, инвиз на королеве. Если вы думаете, что за столько времени я не смог вкачать инвиз, да, я не смог этого сделать, потому что я вкачивал и стрелу, и другие снаряжения на хранители, и на чемпионки другие снаряжения тоже прокачивал. Все снаряжения у меня прокачаны настолько сильно, что уже процент где-то, наверное, 80. Кстати говоря, сейчас давайте посмотрим. Зашел я уже на сайт, где можно посмотреть по процентам, насколько у тебя прокачан аккаунт, абсолютно все 100%, не считая снаряжения, почти что 80% уже прокачано, мяч уже, кстати говоря, обновился. По-любому будут вопросы, где я все это просматриваю, у меня в телеграме есть закрепленный пост с полезными сервисами для Clash of Clans, это не реклама, я сам этими сервисами пользуюсь, они очень удобные. Ну, а на телеграм можете подписаться. Почему у тебя свободно 2 строителя из 6? Ты, значит, что-то втихаря прокачиваешь и еще не фуловый? Нет, у меня просто запущена кузница, мне кажется, есть игроки, которые не знают, что такое столица клана, что такое кузница, так как за последние годы это все понадобавлялось, и многие не знают, что такое руда, снаряжение, короче говоря, много всего. Напишите в комментарии, есть ли такие вообще старые игроки, которые не шарят, что сейчас происходит в Clash. Ну, в общем-то, строителям я отдыхать вообще не даю, они фармят клановое золото, столичное золото, кому как удобнее, и на данный момент у меня уже идет цифра к 5 миллионам. Напишите, сколько у вас сфармлено столичного золота. Ах да, немножко о столице, кто знает, у меня были еще и другие кланы, где я играл, находился. Ну, как бы мне не принципиально, в каком клане находиться, где сейчас удобнее, там и сижу. Сейчас я нахожусь в клане, в котором я начинал играть в 2015-16 году, точно не помню. Ну, и это уже третий клан, где я поднял столицу, можно сказать, с нуля. Тут реально войска были 1-2 левел, ничего не было открыто, а сейчас уже все горит пламенем. Короче говоря, куда бы я ни вступил, буквально за 3-4 месяца, общими усилиями клана мы поднимаем ее. И это действительно круто, но на данный момент обнов никаких нет, и поэтому сейчас его просто используют как фарм рейдового золота, хотел сказать, да. Рейдовых медалей, которые мы с вами тратим на цыгана. Да, очень круто, что сюда еще добавили руду. Конечно, было бы круче, чтобы этой руды вообще нафиг не было, но без этого сейчас никуда. Не фармите руду в звездном бонусе, в КВ, у цыгана не покупайте. Будет слабое снаряжение. Будет слабое снаряжение, вы ничего не сможете показать на КВ, ЛВК и в глобале. Потому что сейчас герой уже, знаете, ну, кто не играет сейчас, тот меня наверняка, ну, не поймет. Потому что раньше было как, ты смотришь на уровень героя, да, 95 левел, он действительно мощный. А сейчас это не так. Если у вас будет слабое снаряжение и неправильно подобранное, то это герои просто мясо. Например, кукла-варвар и кукла-лучницы. Они просто дохнут от яда, от бомб и так далее. И в итоге ваше снаряжение будет бесполезно. И поэтому сейчас нереальная необходимость прокачивать на фул снаряжение. К слову о кланах. Я, по-моему, еще ни одного видео не записывал о Академке, которая уже, наверное, третья за всю историю игры. И которую я опять поднимаю с нуля. Но, кстати, клан основан не так давно. Хотя, блин, уже пятый месяц заканчивается, скоро шестой. Ну, короче говоря, месяца четыре скоро этому клану уже будет. Но на данный момент мы идем к девятому уровню. Блин, так быстро до десятого уровня вкачать это сильно. На первых уровнях, конечно, было тяжело. Привилегий максимально мало. Но, знаете, у нас есть вот такая вот Академочка, где, ну, в полу АФК режиме мы сейчас играем. КВ, ЛВК 30 на 30, фармим потихонечку, качаем рашерка. В общем, если есть желание, можете вступать. Но критерии будут такими, чтобы вы были активным игроком, а не так, что зашли один раз в неделю. Какие планы дальнейшие этого аккаунта? Естественно, дальше быть фуловым. Но так как лето, просмотров становится меньше и видео становится реже записываться, так как и у самого времени не так много. Короче говоря, будет такой АФК режим. Буду записывать иногда какие-то интересные фан-атаки. Всякие ивенты, возможно, будут проходить, которые просто, ну, не знаю, ради фана, ради интереса стоит пройти. Вот по типу вот этих вот испытаний, которые и были интересными, и в то же время, опять-таки, дефолтными. Хотелось бы чего-то другого, так как большая часть испытаний просто для детей. Но это понятно, для чего было сделано. Это прилив новой аудитории от Холланда. Когда следующая обнова на ТХ-16, никому неизвестно. Но очевидно, что она должна быть летом. Игроки, как всегда, у нас внимательные. И в видео про комьюнити ивент была немножечко слита информация. Фридей апдейт. Обновление в пятницу. Но в какую пятницу, неизвестно. Следующего года, этого месяца, следующего, непонятно. Про деревню строителя тоже мало что известно. Как только ее поделили на две части, больше обнов никаких не было. Кому-то эта обнова зашла, кому-то и нет. Но все же, на сегодняшний день, мы все с вами видим, что активности не так много. Где-то полгода назад или месяца четыре назад я пушил кубки и апнул сколько? Ну, не так много. Да, 6 тысяч кубков. Ну, короче говоря, в то время, как были топы 7500, так и остались. Когда вот баг был, конечно, люди там и по 18 тысяч пушили. Ну, а сейчас, ну, как бы максимальные кубки вот такие, ничего не меняется. И пушащих я не скажу, что прям очень много. Знаете, их, я бы сказал, даже вообще нету. И поэтому можно, поэтому судить, что активности на деревне строителя нет. А разработчикам-то всего лишь-то нужно поддерживать деревню строителя мелкими обновами. Да, не хотелось бы, чтобы здесь было что-то постоянно, потому что это все же второстепенное. Ну, хотя бы минимальное, вот серьезно. Ну, просто поглядите, что на основе творится. Снаряжение, всякие герои, там, питомцы, юнитов, целая куча заклинаний. А тут что, два героя, ладно, спасибо за второго, что добавили. И 24, ой, точнее 12, каких 24? Всего 12 юнитов, чтобы вы понимали. Конечно, у них сейчас другая механика и нужно каждым управлять отдельно. Но мало, все равно, я считаю, что мало, тем более деревня поделена на две части. А что касаемо прокачки, я тут фуловую уже, наверное, год-полтора назад, или когда там добавили, можно сказать, через месяца 3-4 я уже зафулил ее. Можно сказать, что я все в одно видео собрал и решил выговориться сегодня в микрофон и чем-то с вами поделиться. Полезными сервисами или же полезной информацией, хотя ее не так уж и много, так как точной информации об обновах, по сути, и нету. Ну и ни у кого не будет, потому что фиг его знает, может быть, это была последняя обнова. Как-никак прошло полгода, а следующая обнова будет зимой. Все же разработчики упомянули, что ТХ будет каждый год. То есть ТХ-17, возможно, будет уже зимой в декабре, а может быть, даже и чуть пораньше. Но это, я думаю, что маловероятно. Также давайте, наверное, уже продадим пропуск. Я его покупаю просто потому, что здесь есть скин, хотя я еще был, по-моему, не флова в начале месяца, поэтому покупал. Короче говоря, покупаю просто потому, что он есть. Хотя разработчики уже должны были давно подумать, мы как бы люди-донатеры. Хотя бы и минимально, но донатим ради этого пропуска. И очевидно, что мы хотели бы тут еще видеть руду. Раз уж они ее добавили, почему нельзя в пропуск добавить хотя бы, ну, немножечко? Или, например, если тебе уже ресурсы обычные не нужны, дарк там и так далее, Почему мы не можем обменять на руду? Пускай даже эквивалент будет миллион ресурсов и тысяча блестящий и, допустим, сто сияющий и немножечко звездный. Ну, то есть, как-то эквивалент делать, да? И чтобы полезно было, а не просто эти ресурсы сгорали и у вас их сфармливали. Ну, вот серьезно, мне эти ресурсы уже не нужны. И они просто будут улетать либо в кузницу, либо просто будут фуловыми. Забор прокачан, да все прокачано. И поэтому я могу лишь только вот эти вот волшебные предметы продавать с этого пропуска. А ресурсы, хотя, кстати, тоже и ресурсы могу продавать, но как-то жалко, по 5 гемов за 20 тысяч, за 40 тысяч дарка очень-очень мало. Также сейчас задача с этого аккаунта, а точнее с этого клана апнуть чемпионскую третью лигу в ЛВК, получать чуть побольше медалей. Конечно, маловероятно, что у нас получится, но к чему-то стремиться нужно и что-то делать для этого. Тем более, сейчас играть стало проще. Копить медальки на следующую обнову, как видите, молоточки я уже закупил. Какой-то части волшебных предметов у меня еще нет, хотя как нет, одной книги только нет и некоторые зельки тоже добить. И все, я опять готов к обнове на ТХ-16, либо к переходу на ТХ-17. Короче говоря, уже подготовлен, максимально круто, классно, чтобы сделать топовый переход. Кстати говоря, переход первый на ТХ-16 набрал уже более 400 тысяч просмотров. Про легкость игры. Действительно, стратегии упростились и поэтому мы начали даже как-то более-менее играть. Ну, как, в последнее время мы, конечно, делали и наборы. В Лиге Мастеров 1 мы плохо сыграли, так как там было 4 рашера. Но в этот раз мы подготовились куда лучше. ТХ-16 у нас сейчас намного больше. И я думаю, что результат будет 1-3 место точно прям. Ну, я надеюсь. Поэтому я и говорю, что возможно мы апнем чемпионскую третьего. Ну, а касаемо КВ-шек, ну, тут все очевидно. Я думаю, по вот этой вот картине будет все понятно. Да, поражение тоже есть, но без поражений не будет побед. Как видите, общая статистика клана за всю историю, за столько лет очень хорошая. Прям очень. Да, конечно, круто. 700 побед и там 20 поражений. Но и тут, для обычного клана, мы где набираем обычных игроков, подписчиков, там, не важно. Просто даже, который играть не умеет, мы учим. Могут даже некоторые из-за клана сказать, что сейчас мы уже как-то, ну, стараемся, по крайней мере. Если уж прям совсем дубовый, ну, там, извините, вы как научитесь, можете потом залететь к нам в клан и показать свою скилуху. Но если 3 КВ подряд вы по одной, по 2 звезды КВ берете, как бы, ну, блин, мы должны с вами распрощаться. Сорям было, конечно, ну, реально, когда за 2 атаки 2 звезды брать, ну, это уже диагноз. Это даже, знаете, диагноз не мой. Не 99% одна звезда. Там, серьезно, атаки смешные иногда даже выходят. Поэтому таких игроков мы не держим. Ну, а касаемо стратегий, я уже давно хотел об этом поговорить. Как бы, сейчас разнообразия нет, и никто не хочет его придумывать, потому что зачем, если есть стабильный топовый микс с корнями. Второй раз, третий раз фиксили, бесполезно. Корни как тащили, так и тащат. Конечно, до этого и криворукие тащили люди, но сейчас уже нужна какая-то минимальная скилуха, чтобы правильно направить корней. Ну, а про другие стратегии, которые актуальны были раньше, там, квинахи, лавалун, там, не знаю, масс-дроп с мышами, десант, реже. Очень реже, хотя в легендарной лиге многие говорят, что воздухом сейчас опять начали активно играть. Ну, а десант это раньше был дефолт. То есть, все абсолютно играли им, потому что можно полбазы или огромный сектор снести основного дефа. А уже потом, не важно, что ты тут накидаешь, это драконы, там, обычные драконы, электрики, земля какая-нибудь, те же самые корни. Короче говоря, правильный десант решал атаку. Сегодня я также хотел провести хотя бы одну атаку корнями, хотя и на КВ вы их видели много, и у себя наверняка в клане. Я думаю, что это не так будет интересно. Если их записывать, эти атаки, то нужно на КВ, где будет какое-то состязание, или же какие-то отличия от обычных корней, ну, или от обычных миксов, скажем так. Но это обычный дефолтный микс, поэтому играть я сегодня в глобале не буду. Я уж лучше расскажу вам связку своих питомцев и снаряжений, по крайней мере, которую я использую. Возможно, вы мне что-то посоветуете. Даже фуловые и опытные игроки, это ко мне, конечно, не относится, тоже хотят чему-то научиться и что-то для себя открыть новое. Потому что у всех взгляд на эту стратегию разный. Начнем, давайте, лучше, наверное, с питомцев, потому что со снаряжением дела вообще плохи, их сейчас много и тяжело для каждого. Так, а что я туда-сюда опять нажимаю? Где это у меня дом для животных? Вот он нашел. Что касаемо животных, добавили новые левела Лесси, Электросове, Могучему Яку. Электросову для воздуха вроде как юзают. Могучий Як вообще нафиг не нужен, потому что есть корни, трясы, всякие осады и машины. Лесси, та же самая история, зачем ей нужна Лесси, если есть тот же самый Копатик? Как бы, вот эти вот три первых животных вообще уже не актуальны. Единорог лечит квину, хотя тоже уже реже начинают использовать, потому что, ну, не знаю, злая медуза появилась. Кто-то делает проходку с квинахиллом, чтобы квина вела только деф в течение 30 секунд. Или сколько там? 35 секунд даже. Поэтому юзают медузу. Но единорог классная штука, юзают по сей день. Снежок тоже самое, морозит дефенс, классная штука. Но кто-то тоже не использует и как раз таки использует сову, потому что, ну, есть стрела на квине. Кто-то юзает квинахилл, стрелу и хилочек еще туда. И плюсом к королеве еще и медузу. Короче, там снаряжение и всякие связки очень огромную роль играют. Феникс на кинге, кто-то юзает на чемпионке, потому что хотят, чтобы она пожила подольше. Мне это не нужно. Я юзаю кинга, потому что у меня там специфическое снаряжение. Сейчас я как раз таки к нему перейду. Ну, а призрачная лиса, как по мне, на сегодняшний день самая имба. И вот как раз таки та связка, которая сейчас у меня есть. Я считаю, что она для меня вот лично и в моих стратегиях самая имбовая. Как же у вас это все работает, я не знаю. Что касаемо снаряжения, тут тоже все объясню и покажу. Во-первых, эпическое снаряжение или легендарное, кому как удобней. Оно само по себе самое имбовое. Имеет больше левелов, больше профита, урона. И на фуловых левелах раскрывается на максимум. Будет 9 целей у мяча. Я, конечно, прокачаю нескоро этот мячик, но пользы уже приносит прилично. Конечно, раньше юзали рейдж плюс перчатку, но с мячиком поприкольней. Сама анимация, сам снос снаряжений, точнее построек очень прикольный. 8 снаряжений ты сносишь мечом и если что-то ты не доносишь, не сможешь снести, то перчатка дорабатывает своим мощным уроном и это прикольно все выглядит. Хотя кто-то юзает усы и мячик, чтобы кинг жил как можно дольше. У меня же это все вот так. Тут у меня две модификации на королеве, имею ввиду. Я либо юзаю инвиз плюс хилки, либо вот так вот юзаю. Но сейчас, по крайней мере, стрела мне не очень заходит, потому что она слабая и все. Вот эту стрелу я не знаю где использовать. Она кривая, косая, вечно стреляет не туда, куда тебе нужно. Ну и плюсом урона, ну для тх 16, как мне кажется, не хватает. Кукла уже все и на кинге кукла уже тоже все. То есть на высоких тх это вообще не нужно. Что касаемо короля, шарик тоже, возможно, если его прокачать где-то можно использовать. Прикольная тема, но его тоже не юзают. Я, по крайней мере, тоже пока что он слабоват. А тут все очевидно. Все используют книгу бесконечности. Это самое имбовое снаряжение на хранителе, которое есть. И его менять вообще ни в коем случае нельзя. Ну а второе снаряжение это либо хил, либо ярость. Все, больше вам ничего не нужно. Что касаемо чемпионки, я для себя открыл другую снарягу. Это хоги. И, как мне кажется, щит плюс хоги это снос, ну тоже, наверное, сколько? 3-4 дефа точно, я думаю, снесется. Хотя, фиал ярости тоже крутая штука. Но я бы все это тестировал, если бы у меня было бы много руды, я бы все это смог прокачать. А если снаряжение у вас слабое, то использовать его не нужно. В общем, друзья, это жестко. 5 минут рассказывал про снаряжение питомцев. Это, конечно, сильно. Но кому нужна такая короткая информация, посредственная от криворукого игрока, Я думаю, что они прислушаются, воспользуются и будут что-то экспериментировать и делать. На сегодня, я считаю, рассказал, что я абсолютно все. Не забывайте, что я фулл ТХ-16. Приятно это, конечно же, говорить, на это все наблюдать. И я должен был записать такой ролик. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok